Продолжение следует... Как пользоваться данным видео? Всегда ставьте вопрос перед прослушиванием видео. По подобию вашей мысли, ваше подсознание будет вылавливать именно то, что вам необходимо. Можете прослушать видео всё сразу, а по ходу записывайте важные осознания и рекомендации. Можно использовать видео как книгу перемен или карты подсказки от ангелов. Задал вопрос, получил конкретный ответ, промотав видео на любую минуту. Слушайте до тех пор, пока ваш внутренний голос скажет всё. Далее сделайте важные выводы, наметьте план на будущее и главное – действуйте. Продолжение следует... Есть задачи и творческие задачи. Вот творческая задача, когда у нас пришла... То есть у простого человека сейчас ещё раз один момент. Есть проблемы и серьёзные проблемы. У нас есть задачи и творческие задачи. Понятно, что сложные проблемы – это у нас творческие задачи. Так вот, когда творческая задача вам приходит, мы включаем креатив и своё состояние наблюдателя. Сначала наблюдаем, а потом так интересно, как мне из этой ситуации выбраться, как мне её преобразовать, как мне её сделать в ресурс, как мне сделать её позитивной и новой возможностью. Это наш главный девиз, мои дорогие. Моим хорошим, я вас обожаю, я вас обнимаю. Какие же вы все классные. Ай, как хорошо. Вообще, на самом деле, чем больше вы открываетесь в пространство сегодняшнего времени, тем больше у вас возможностей. Потому что каждый раз, умалчивая о себе, о своих внутренних каких-то осознаниях, моментах, чувствах, вы тем самым, ну, можно сказать, ну, крадёте, не крадёте у самого себя или у пространства возможность расширения его. Поймите, каждое ваше слово, правильно говорите, что каждое слово действительно меняет пространство. И очень важно, даже вот этим сообщением, Люба, вы для многих стали примером. Потому что вот многие в таком же состоянии. И когда мы открываемся, у кого-то, у многих отзывается это. И тем самым мы помогаем. Если мы будем молчать, кому мы можем помочь? Но это моя позиция, опять же. Справляться с этим или не нужно, или открываться, или быть закрытой, или быть в состоянии наблюдателя в большей степени. Это выбор каждого человека. Нужно ли менять это? Это только вы можете ответить сами для себя. Можно задать во Вселенную запрос. Вселенная, скажите, пожалуйста. Пожалуйста, мне нужно выходить из этого. Мне нужно менять эту программу, расширить свои возможности. Покажи мне, пожалуйста, в течение суток, допустим, если да, то максимально как-то мне пусть через знаки, через людей это придет. Если не надо, то, соответственно, покажи в обратную сторону или просто промолчи. То есть задаете во Вселенную пространство вот вопрос и собираете знаки. И в знаки собираете свой дневник наблюдателя. Динара, солнышко, какая-то умничка. Ты поняла. Достаточно каких-то 2-3 инсайта, озарения. Этого уже достаточно. То, что ты говоришь, классно было бы еще этим управлять, да, своими людьми, своей реальности. Ребята, на самом деле все легко. У вас получится, я вас научу. Это так легко, мои хорошие. Когда вы сами хотя бы даже просто говорите, в моей реальности, например, если вот тоже вопросы были, да, есть конфликты с родителями, с детьми или там с начальством, или с там за близким человеком, партнером. Если вы говорите, в моей реальности меня все любят. В моей реальности я всех люблю. И вы представьте, что именно это так оно и есть. Это ваша реальность. В моей реальности я здоровый. В моей реальности у меня есть все возможности и все варианты развития событий. В моей реальности есть. То есть для меня мои духовные наставники ее формируют. И это действительно так. Просто когда мы вот в этом состоянии третьего измерения матрицы 3D, то нам предлагают некоторые развития вариантов, да, и нам закрывают другие варианты, что такого не бывает. Да, например, это как в человеческом общении, да. Вы хотите пойти на какую-то новую работу. Там, допустим, ну, как кажется, что сложно пройти кастинг или там, да, вы недостаточно компетентны, как вам кажется, да. И вы потом делитесь этой идеей, например, но вам очень хочется, и вы чувствуете, что у вас получится. И вы, допустим, делитесь этой идеей с своими близкими. И вам, например, говорят, у тебя не получится, да ты что, там только по блату, да и вообще где ты и где там. Да, это как раз ограничение вот тех программ уровня сознания человеческого социума 3D, которые начинают вас загонять в другие рамки. Знаете, как вот овцу только вот в одном направлении, да, вот иди туда и все. Волк. И нельзя винить за это людей, потому что они находятся в такой же матрице и, собственно говоря, так же по этим шаблонам живут. Только благодарность и просто говорим, спасибо тебе за твое мнение. В твоей реальности так оно есть, а в моей реальности будет совсем по-другому. Возьмите эту фразу, эта фраза шикарная, запишите, пожалуйста, ее дневник наблюдателя. То есть каждый раз, когда вам кто-то начинает что-то говорить, что у тебя не получится, да даже вообще забудьте, не мечтай, и вы говорите, в твоей реальности так оно и есть, в моей реальности совсем по-другому. И вы тем самым тут же даете возможность, сигнал своим духовным наставникам, чтобы они вам приоткрыли как раз тот вариант развития событий, то ответвление, которое наиболее для вас перспективно в развитии для души. Вы выходите действительно на другой уровень, на четвертый уровень измерения. Мои хорошие, обнимаю. Так что, Динара, ты очень хорошо все написала. Вам пока проделать практику «Ангел на плече» через визуализацию, через канал яснознания, ясночувствования. Кто-то чувствует присутствие ангела, кто-то видит, кто-то просто знает, кто-то с ним начинает диалог. Вы хотя бы несколько дней поделайте эту практику и постарайтесь налаживать. Каком образом? То есть вы просто начинайте с ним разговаривать в практике. «Мой ангел-хранитель, обними меня, мой ангел-хранитель, мой наставник, духовный гид, помоги мне, я тебя прочувствую». Дай знаки в реальности, что ты рядом. Ну и потом выходите и начинаете действительно наблюдать, как он с вами взаимодействует. Через внутренний мир, через вот каналы визуализации, через медитацию, как через реальность. Вот так потихонечку мы начинаем с ними налаживать связь. А через вот это образное мышление в практиках это более наглядно. И быстрее мы налаживаем эту связь. Конечно, перехожу к этому сообщению, Светочка, она говорит, звезды со швести, мы действительно особенные какие-то. Избранные, не избранные, но, мои дорогие, это действительно в какой-то мере действительно так. Даже не в какой-то, а в большей мере просто слова немножко избранные. Каждый считает, может быть, ну кто как считает. В каком ключе, какие ассоциации приходят. Ну действительно, вы особенные. Спецназ, если брать конкретное определение, да, это всегда группа специального назначения. Это элита. Это те, кто, знаете, вот, ну все равно приходит набор на вот в эти группы, естественно, там идет отбор. Кто-то есть посильнее, кто-то есть послабее, кто-то есть на там самой какой-то ступенечке, может быть, самой низкой в этой группе. Но даже тот, который стоит на ступенечке самой низкой, он будет, если взять его просто в общество этого человека, этого спецназовца, поместить. Ну то есть он, если он в жизни, то он будет уже на самом верху, то есть он будет выделяться среди других людей. Поэтому, действительно, вы особенные. И наша миссия, нашего проекта, она очень значима. Мир еще будет по-всякому трясти, и силы те, которые иные, как я говорю, это тоже часть Творца, и тоже им благодарны за это, они делают максимально для того, чтобы удержаться, да, еще в том измерении 3D. Вот, но кто будет массово помогать людям? Нету этих групп. Друзья мои, нету, где бы массово помогали людям выйти из этих состояний, показав мироустройство. А именно знание мироустройства, знаний высшего порядка, плюс технологий, как с этим справиться. Ведь многие вещают, но мало кто дает конкретные инструменты, как с этим справиться, да, четкие, конкретные. И вы действительно особенные, где сочетание высших законов со знаниями и инструментами, методами, как быстро справиться выйти из этих состояний, имеете вы. И нашу группу, еще раз говорю, ведутся высшие кураторы очень высокого уровня. Во что это выльется? Я приблизительно понимаю, на тонком плане нам это показывали, да, но это будет действительно какое-то движение. В будущем это очень будет мощное и сильное, и вы стоите у истоков этого движения. Это движение, не движение, движение, оно действительно это будет. Но вы действительно тот первый фундамент, та элита, да, тех людей, которые осознанно уже вышли в четвертое измерение. Потому что если вы здесь, значит, в параллельной реальности это уже произошло. Ваше будущее прописано. Просто сейчас вы, можно сказать, смотрите, как задним числом, как вы этого достигли. Так что, мои дорогие, я вас всех обнимаю, вас очень сильно люблю и благодарю за то, что вы здесь делитесь своими опытом и своими впечатлениями, эмоциями. Всех обнимаю. Хорошего вам дня, мои родные. Солнышко, как я рада, что вы вместе с нами. Ой, как же хорошо. Ваше сообщение, одна фраза тут же мне навела на мысль, что нужно поделиться с вами следующими этапами, к которым мы придем. Есть фраза замечательная «Победить всех моих драконов». Я уже много говорю на своих разных встречах на канале YouTube и везде и везде, что мир дружественен, мир прекрасен. Мир – это единая гармония во всем. И, соответственно, мы будем с вами дружить со всеми. Мы будем дружить со страхами, мы будем дружить со своими обидами, будем с сущностями, будем дружить с болезнями, будем дружить со всеми уровнями бытия. И, конечно же, с нашими драконами и с тараканами, если у кого-то они еще есть. Как я говорю, мы у всех тараканов, драконов. Мы их запряжем. Мы с ними подружимся, запряжем и будем сотрудничать вместе в одном направлении. Они будут помогать вам, главному организатору своей реальности. Поэтому я благодарю, солнышко Ирочка, что ты такую фразу вкинула. И я как раз еще раз вам напомнила, чем мы тут будем заниматься. Обнимаю. Хорошего всем дня. Обожаю вас, мои родные. Ой, такое хорошее настроение. Вы даже не представляете. Я летаю. Солнышко, обязательно в следующий раз. Я по поводу медальона похожа на печать Давида. То есть задаем, когда вам что-то непонятно, то есть вам что-то дали, вы не поняли вопрос. То есть в следующей медитации идем, ангел на плече и задаем ангел. Ангел, пожалуйста, скажи, духовный наставник. Не поняла я, не поняла. Расскажи для особо одаренных, что это обозначает. Дай мне или сейчас образ знаки понимания, или мысль, или телепатии, или чем-то другим. Или же, пожалуйста, дай мне знаки через реальность людей, информацию и прочее. Вот и все. То есть и вот таким образом записываем все, что в течение дня. Собираем, записываем дневничок свой. Хороший вот здесь у тебя вопрос был. То есть тебе дали в практике бутылочку. Обычно в сеансах-регрессиях, и когда я работаю со своими подопечными, если нам нужно успокоиться или исцелиться, или обрести какое-то состояние благости или что-то, нам дают такие бутылочки. То есть, как правило, выпьешь, тебе становится легко, свободно, расслабленно. Или же идет процесс исцеления. Ну, собственно говоря, исцеление у нас все равно происходит от расслабления и отпускания всех задач. Поэтому подумай, от чего они тебе дали. Можно в следующей медитации пойти и спросить. Мой духовный наставник, скажи, пожалуйста, для каких целей ты дал мне эту бутылочку? И всегда, когда что-то там происходит, спрашивайте, зачем? И это будет следующий этап разговора с вашими духовными наставниками в медитации. Очень хорошо. Вот умничка, что об этом написала. И вот теперь многие будут знать, что делать в таких ситуациях. Круто. Наденька, спасибо, отозвались фразы. Вопрос. Значит, смотрите, у нас другой процесс идет. Когда вы наблюдаете со стороны себя, то эмоция уходит на второй план. Дальше эмоция, зачем она, почему она вызвана? Она вызвана какими-то убеждениями или якорями. То есть есть связка, убеждения. То есть за всегда эмоцией стоит программа. Наша задача выйти сначала из эмоций, а потом разобрать анализом. А я как раз сказала, что нужно делать. Нужно анализировать, как вы плачете, что вы плачете, зачем вы плачете, к чему это приведет. А вот второй этап задания, который вы получите на втором дне, это будет уже следующий этап. Разбирать по косточкам убеждения, которые скрыты за вашими эмоциями. И когда вы разберете фундамент или тот корень, собственно говоря, сорняк вытащите, то и вот этих эмоций, которые вызывают вот эти убеждения, их не будет, они рассыпятся. Потому что есть тоже еще убеждение, что значит нужно эмоции обязательно выплескивать, негативные, там еще что-то и прочее. Там есть еще такие варианты, как проживать, переживать, как-то проживать и прочие моменты. Это немножко другая технология. Ну вот, кстати, выплескивать вообще, это очень вредно кармически для пространства. Вы должны тоже быть ответственны за энергоинформационный выброс пространства. И помните, что мало того, что вы за это несете ответственность перед всеми остальными живыми существами, когда вы начинаете выбрасывать эти негативные эмоции, их нужно преобразовывать, их нужно трансформировать. То есть чтобы вот это, знаешь, как трансформатор негатив в позитив. И здесь не то, что вот это специально позитив. Сейчас пока я понимаю, что многим непонятно, как-то я был в негативе, стал в позитиве. Это немножко другое. Мы растягиваем этот процесс. Они перейдут потом у вас в позитивные, только когда пройдете вы этот промежуточный этап. Диссоциация. Сначала они уходят на второй план эмоций, потом разбор анализа вашего убеждения, который кроется за ним. И, соответственно, потом уже само по себе это растворяется, это перестает для вас быть негативным. Все, его нет. И здесь еще важный момент. Вы помните, что когда вы в негативных эмоциях, вы тут же подсоединяетесь к низкочастотным эгрегорам. Вам это надо, если, допустим, кто-то вас призывает переживать эти эмоции, поплескивать и прочее. Вы становитесь кормом для этого эгрегора, и тут же сущности они начинают сильнее закрепляться. Поэтому наша задача научиться останавливать эмоцию, а потом преобразовывать ее. То есть разбирать по косточкам. Когда вы негативную эмоцию разберете по косточкам, она просто трансформируется. Все, ее нет. А на этом остается только большая благодарность за опыт всего, что с вами происходит. Ну, надеюсь, что донесла основную мысль. Для того, чтобы они поняли, что такое вообще осознанность, что такое диссоциация. И мне очень понравилось твое вот эти размышления о том, что такое обида, что такое раздражение. Есть такая временная линия, условно можно представить, что есть, представьте, что раздражение действительно нарастает. И есть такие точки рэперные, да, и есть точка невозврата, когда раздражение может перейти в агрессию или в другую какую-то, да, уже более сильную эмоцию. Таким образом, мы можем контролировать на определенных точках рэперных, ну, допустим, взять, когда только зародилось вот это раздражение, и когда последняя точка уже перешла в точку невозврата. То есть можно разбить этот отрывок на несколько, допустим, три или четыре, условно. И когда вы чувствуете раздражение начинает расти, то, соответственно, есть вот эти точки, когда вы можете свернуть в другое русло, в другую реальность, и не дойти вот как раз до того, чтобы вот это вот наша задача как раз ловить себя на подхвате. То есть есть первая точка, вторая, третья, допустим, четвертая, пятая невозврата. У кого как, разделите на столько этапов, сколько нужно. И, допустим, пропустили первую, чувствуете нарастать, значит, вы можете поймать себя на второй точке, да, можете поймать на третьей, и можно даже потом задним числом проанализировать, если вы не успели, вы дошли до точки невозврата, и вы вспыхнула эмоция, да, агрессия или чего-то, ну, сильнейшего, но уже не раздражение, это уже, да, какой-то агрессии. И вот здесь вот поймаете, ловите себя на подходе. Как раз именно диссоциация и осознанный подход к этому, да, состояние наблюдателя помогает нам свернуть в нужную реальность. Все. И вот это, можно сказать, раз вы свернули в другую реальность, да, вот на первой, второй, третьей точке, второй раз свернули, третий, четвертый, пятый, и у вас появилась другая дорога. Понимаете, раньше вы шли только по этой дороге, все, нейронные связи были протянуты только в одну сторону. Как болид на скорости 400 км в час, это, да, скоростные машины. А это нейронные связи наши, и мы их не видим, как эти, вот эти наши паттерны поведения, они начинают тут же моментально работать, да. Это уже настолько закрепленная нейронная связь, привычка, что мы не видим ее. Здесь осознанно мы меняем траекторию, мы прокладываем новую дорогу, новую нейронную связь, да, новую привычку реагировать по-другому. Именно для этого нужно время. Для этого у нас марафон, чтобы вы хотя бы за две недели проложили себе новую нейронную связь, дорогу к новому будущему, в другую реальность, мои дорогие. Представляете? Это как развилка, это как стрелка на железной дороге или развилка на дороге. Вот, так что, Илья, тебе огромная благодарность за то, что ты мне подкинул такую мысль, ребятам вот рассказать о вот этих рэперных точках. И вот можно даже на бумаге это начертить и посмотреть вот эти вот, знаете, когда проанализировать любую какую-то последнюю свою ситуацию, когда вот было это раздражение, с какой точки это началось, там, с каких мыслей, с каких там мыслей, с каких реакций и прочее, прочее. То есть это, опять же, осознанный анализ всего, что с вами происходит. До, после и в данный момент. Супер. Каждый выбирает свою реальность. Еще раз говорю, что фильм нужно было смотреть, то есть видео, то это не фильм, это видео, да, а состояние наблюдателя, просто как информацию. Вы берете то, что вам отзывается, то, что вы понимаете, то, что не понимаете, вы отсеиваете. Вы должны учиться работать с информацией. Так, это зернышко хорошее, это фигня, это хорошее, это фигня, а если что-то и получилось, о, я случайно взял фигню, а зачем мне фигня, мы ее отбираем. Так что да, и по реальности вы выбираете, вы реально представляете, вот все, что создано вокруг вас, это специально под вас. И вы сами выбираете ту реальность, которая вам нужна. В этой реальности вы можете создать все, что угодно. Хотя бы приучайтесь к мысли, расширьте, что это так может быть в вашей реальности. Это первый шаг. Слушайте, у кого-то разные каналы по-разному работают. Кто-то ощущает, кто-то чувствует, кто-то видит, это нормально. Потом, чем больше вы будете медитировать, ходить в практике, тем больше у вас будут развиваться эти каналы. Просто нужно делать это чаще. Вот и все. Любые навыки не развиваются, в том числе экстрасенсорные. Поэтому просто идем и делаем. Значит, все, кто спрашивает, где искать материалы, мои дорогие, у нас единственная страница, на которой все материалы. Таташинка, доброго времени. Ну, смотрите, так как это контактерская информация, к ней всегда нужно относиться более внимательно. Брать то, что нужно, то, что какие-то важные озарения сознания. Любую информацию нужно смотреть с позиции тоже наблюдателя. Так спокойно, и просто с анализом. Ну, как я поняла, этот контактер говорит о том, что геймер – это тот, который управляет. То есть люди здесь игроки. Им управляют более высокие. Или если он на более низком уровне сознания, как бы в более деструктивном эгрегоре живет, то, соответственно, им управляют как раз эгрегоры. Низкочастотные, если это перевести на мой язык. Соответственно, в эгрегорах есть эти геймеры, которые просто управляют этим человеком. Вот и все. И есть духовные наставники. Когда человек на более высоких вибрациях, он на более высоком уровне сознания, он на связи с духовными наставниками, соответственно, идет руководство вот этих духовных учителей. Так что мы являемся, как бы условно говоря, игроками. И есть геймеры, которые вот эти эгрегоры, которые управляют. Это если перевести на мой язык. Очень хороший результат по медитации. Кстати, очень часто бывает в регрессиях, когда есть пропасть, иногда перейти на какую-то другую часть, допустим, ну, какого-то места. Или, допустим, есть обрыв, и наставники говорят, доверься. Да, и часто действительно страшно довериться. Ну, как только именно с духовными наставниками вместе начинаешь оба делать шаг вперед, то, соответственно, появляются крылья, они подхватывают, или еще что-то, и в общем летаем. Это как раз и говорит о том, насколько человек умеет доверяться или нет. И вы доверились. То есть, как я все время говорю, доверяете Вселенной. Да, и вот это как в медитации это произошло. И это как некая проверка. И это круто. И вы прошли. Это очень хорошо. Я уязвима. Для того, чтобы мы стали действительно вот на другой уровень, да, то это как раз вот наши практики, техники на марафоне помогут. Первое – это наблюдение. Второе – это выписка вот этих вот. Кстати, вывод выписал. «Я» оказывается уязвима. И человек как раз закрывается, да, в виде обычно каких-то там агрессивных вещей, потому что боится, что его уколят. Это потому что больно. Самооценка падает. Это такая цепная реакция. Поэтому у нас, да, мы в таких коконах. Или мы молчим, или мы нападаем. То есть обычно это две реакции, как раз инстинктивные, которые находятся на третьем уровне сознания, да, развития человечества. Поэтому очень хороший вывод. Двумочка, Оксаночка. Вот первый этап пройден прям прекрасно. Теперь диссоциируемся и наблюдаем в течение трех дней. А потом в последующей жизни будет вообще солнце. Очень хорошо. Браво, браво, браво. Оксаночка, ну уже хорошо, что написала. Это здорово. Опять же, в состоянии наблюдателя. Вот и наблюдай. То есть если не хочется, наблюдай за собой. А почему? И еще раз говорю, анализируйте свое состояние. А почему я не хочу? А в чем причина? Понимаешь, там сидит программа. Ну докопайся до нее. Ты ж талантливый, у тебя все получится. Ты легко раскопаешь это. То есть когда мы начинаем препарировать, а почему? А что меня цепляет? Что происходит? Когда вы будете вот так вот долбить пространство вопросом, что вселенная, скажи духовно-станк, что со мной? Что? Что случилось? Что? Ходите полдня, вот или час, или сколько говорите пространство. И потом собирайте знаки. Скажите, ребята, мои духовные наставники, скажите, что со мной не так? Знаки буду собирать. Вот и все. Так что, может, лунные сутки. Записай, может, лунные сутки. Так и пишем в своем дневнике. Может быть, еще что-то. Может быть, просто надо серотонин повысить в крови, наесться, что-нибудь вкусненькое в плане серотониновой еды. Бананов съесть, парочку, меда съесть, ложечку, запить тепленькой водичкой, чай какого-нибудь ароматного. И через 2 часа обычно настроение поднимается, и все. Может быть, просто батареечка разрядилась нашего физического тела. Это очень часто бывает. Всегда рядом парапсихолог Полина Сухова. Продолжение следует...